Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале, по традиции, короткий анонс главных тем. Шесть лет бережно хранил, чтобы подарить, но не успел. Крупная партия осетровой рыбы изъята у жителя Кизлярского района. Город утопает в отходах. Всему виной мигранты. С чем связан мусорный коллапс в столице республики узнавали наши корреспонденты. Первый из конца. Махачкала на 50-м месте рейтинга городов по качеству и комфорту проживания. Четыре полосы вместо двух. В Дагестане активными темпами расширяют федеральную трассу Кавказ. 800 килограммов незаконно добытой рыбы изъяли полицейские в Кизлярском районе. Грузовой фургон с браконьерской осетрины был остановлен при выезде из села Крайновка. В ходе осмотра транспорта нелегальный товар и был обнаружен в кузове. По словам мужчины, еще в 2018 году он нашел мешки с рыбой на берегу Каспийского моря, после чего хранил дома в морозильной камере с целью раздать всем родственникам и соседям. Не опять основа. Махачкалинцы жалуются на мусорный коллапс. Горы твердых коммунальных отходов складываются в контейнерах и рядом с ними на разных городских локациях. Что послужило причиной такой антисанитарии и какие меры предпринимают ответственные структуры для разрешения ситуации? Моя коллега Салия Магомедова узнавала ответы на эти вопросы. Ей слово. Ужас! Это что такое? Это не здесь одной! А где еще вы видите такое? Здесь Махачкалинцы! Спасение Махачкалы от мусорного коллапса в руках неравнодушных дагестанок, наших бабушек. Саламат Ахмедова выходит прямиком к проезжей части, пытаясь убрать отсюда унесенную ветром, картонную коробку и одежду. А все потому, что устала терпеть грязь вокруг. Я не могу пройти, я здесь не живу, я живу в Ленингенте. Я не могу просто пройти, я с улицы собираюсь, ставлю сюда. Хайванам хлеб бывает здесь, за это прихожусь. Сложилась такая картина во дворе многоквартирного дома по улице Гайдара Гаджиева. В одном из подъездов этой многоэтажки живет Алхалум Шихахмедова. Она говорит, что не видела здесь работу коммунальных служб уже несколько дней. Вчера я мусор носила, точно так же, опять носила. Вот ящик один нашла и в ящик собрала. Не могу я выбросить, где попало, как попало, как люди тоже. Я говорю, некому что ли вот это сфоткаться, мир городу отправить. И за что берут деньги? Еще такие деньги берут. Не лучшая обстановка складывалась и накануне. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Махачкала-1 не справился самостоятельно с возникшим кризисом и на помощь ему пришли чиновники. На этих кадрах сотрудники городской мэрии и подведомственных учреждений вывозят мусор с улицы Зои Космодемьянской. И если на одних локациях они успешно справились с антисанитарией, то на других им эта борьба еще предстоит. Непростая ситуация сложилась и на улице Эльзы Ибрагимовой. Здесь контейнеры выходят на тротуар и на проезжую часть в мусоре вся площадка. Установлены на этой улице, по словам местных жителей, только две контейнерные площадки. И обе они захламлены. Пустые баклажки из-под воды, использованные предметы личной гигиены, одежда. Найти тут можно всякое и по обе стороны дороги, потому что частые ветра переносят коммунальные отходы. И по такой территории, минуя зловонные пакеты, должны идти мамы с детьми в колясках, школьники и обычные прохожие. Можно же придумать с крышками что-то, какие-то мусорки, или же там их загородить каким-то образом, чтобы это мусор, который кинули туда, чтобы она по всей улице не летела. Туристы приезжают, наш чистый город увидят, в какой стороне, в каком месте она чистой. Просто стыдно. Многие сдают здесь квартиры, очень много людей, которые сдают здесь квартиры. Им неужели приятно, что вот это все видят? По словам регионального оператора, мусорный коллапс в дагестанской столице возник из-за оттока иностранных работников. Другие причины заключались в нехватке спецтехники или ее выходе из строя. Ответственные службы уверяют, их работа уже налажена. Но махачкалинцам все же нужно запастись терпением. Чтобы разгрести весь мусор, коммунальным службам понадобится еще несколько дней. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ. Махачкала. Тем временем Махачкала оказалась в конце рейтинга городов по качеству и комфорту проживания. Исследования проводил Минстрой России. В категории столиц субъектов страны с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей лучшие показатели по СКФ у Грозного – 6 место. В этой же группе Ставрополь на 25-м, Владикавказ на 40-м месте и Махачкала на 50-м. При составлении рейтинга аналитики оценивали экологию городов, комфортность проживания, возможность заниматься спортом, посещать учреждения культуры и образования, благоустройство, коммунальную инфраструктуру, компетентность местных властей и другое. И к другим темам. Более 140 километров федеральных дорог Северного Кавказа станут четырехполосными до конца 2026 года. Наибольший объем работ приходится на Дагестан, где активными темпами расширяют федеральную трассу «Кавказ». Сейчас реконструкция идет на нескольких участках Хаставирт-Махачкала и Избирбаш-Дагестанские огни с протяженностью более 50 километров. Тем временем продолжается ремонт дорог и местного значения. Так, в Маграмкенском районе начата укладка асфальта на участке Хаджа, Казмоляр, Азадаглы. Дорога обеспечивает транспортную связь населенных пунктов, нижние зоны, муниципалитеты между собой и райцентром. Является еще и транзитным маршрутом, который значительно сокращает путь до Дербента и Махачкалы. А внутри же селения в рамках проекта в порядок будут приведены тротуары и пешеходные переходы. В Торомовском районе состоялось открытие детского сада «Радуга» на 200 мест, сообщает пресс-служба муниципалитета. Укомплектован он самыми современными средствами для воспитания и образования. Также предусмотрены группы для разных возрастов. Музыкальные и спортивные залы, пищеблок, медкабинет, прачечная и другие помещения. Отметим, что здание дошкольного образования «Радуга» возведено в рамках национального проекта «Демография». Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил село Цияб и Чичалиха Савюртовского района. Там духовный лидер, мусульман вместе с другими учеными, богословами и представителями власти и общественности принял участие в маджлисе, который был посвящен месяцу Рамадан. В ходе мероприятия читали священный Коран, проповеди и мавлидам, говорили о важности единства в Дагестане, приобретении знаний и благого нрава. Муфти в своем выступлении также обратил внимание на тех, кто работают против распространения ислама, в том числе благополучия общества. Несколько слов хочу сказать как обращение. Здесь говорили, должен быть абсолютное подчинение муфтию. Это никогда не было. Аллахи Салатова Салам, пророк, это был любимец. Этому любимцу священный всех не починил. И меня некоторые люди, которые ко мне уважительно относятся, говорят, нам говорят, очень обидно, что адрес тебя, оскорбительные такие слова говорят. Я говорю, не переживайте, если бы не говорили, было бы плохо. Значит, мы чего-то стоим. Алхамду лилях. То, что за нас против говорят, значит, мы идем по правильному пути. Вот это время, хоть у нас время уже поджимает, наверное, Азан читали. Время, мне кажется, время испытаний. На какой стороне определить Всевышний, как бы испытанием это делает. Кто на этой стороне, кто на правом, кто на левом берегу. Вы для себя место подготовьте, пожалуйста. Где вы хотите находиться. Пожалуйста. Футболисты «Динамо» поделили очки с Кубанью. Матч 25-го тура прошел в Краснодаре. Команды по одному разу забили в ворота друг друга. На 10-й минуте дагестанскую дружину вывел вперед Сырдер Сырдеров. На 73-й минуте второго тайма Кубань сумела сравнять счет, который сохранился неизменным до конца игры. В активе «Динамо» 41 очко и третье место в турнирной таблице. Волейбольный клуб «Дагестан» выиграл предварительный этап чемпионата России. Наша команда уверенно заняла первое место среди команд высшей лиги «Б». За 12 проведенных туров подопечные Магомеда Гайрбекова сыграли 40 матчей и выиграли 39 из них, набрав 116 очков. У идущего на втором месте Обнинска 94 очка. С этой командой махачкалинцам предстоит в апреле и в мае сыграть в двух финальных турах. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахметова. Смотрите нас также и в социальных сетях. До новых встреч в эфире.